Здравствуйте! В эфире программа «Точка о зрении». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – состояние российского авиастроения. С нашими сегодняшними гостями мы постараемся разобраться в том, каким последствиям привели десятилетия разрушительных социально-экономических реформ именно для российского авиапрома. Попытаемся понять, почему мы перестали летать на самолетах отечественного производства и почему все эти многочисленные обещания, программы и лозунги правящих властей о том, что они наконец-то поднимут авиапром на крыло, так ни к чему по большому счету и не привели. Сегодня в нашей студии. Смирнов Олег Михайлович, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по авиации Общественного совета Ространснадзора, заместитель министра гражданской авиации СССР в период с 1983 по 1990 год. Попов Владимир Александрович, заслуженный военный летчик Российской Федерации, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», кандидат технических наук. Петров Александр Георгиевич, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской Академии Наук, кандидат экономических наук, экономист. И Малиновский Альфред Августович, пилот первого класса, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, вице-президент профсоюза летного состава России. Здравствуйте, дорогие гости. Радосветь сегодня в нашей студии. Давайте, Олег Михайлович, с вас мы начнем. В начале марта 2020 года российская авиакомпания «Аэрофлот» и авиаперевозчик торжественно объявил о покупке аж 22 новейших «Аэрбасов А350» с экстра-широким фюзеляжем, корпусом из углепластика и трансконентальной дальностью перелетов. Ни в одной другой авиакомпании в России такого самолета еще нет, а у «Аэрофлота» уже есть или будет. И по телевизору, по федеральным каналам это подавалось как очень большая победа и прорыв чуть ли не технологической блокады России. Но этому надо радоваться или все-таки не радоваться, как вы считаете? «Аэрофлоту» некуда деваться. Он бы с удовольствием взял подобный самолет с такими же характеристиками и безопасностью, и экономическими характеристиками. Но наша промышленность за последние 30 лет ни одного подобного самолета не предъявила не только для «Аэрофлота», а для всех наших авиакомпаний. Потому что она практически не нашла своего места в области промышленности и обеспечения самолетами отечественного производства. «Аэрофлоту» некуда было деваться, ему же надо выполнять объемы авиаперевозок. И он принял решение приобрести вот эти самолеты. Это самые лучшие самолеты в мире такого класса. Они отличаются и вопросами технического вооружения, и авионикой современнейшей. И очень хорошие имеют экономические показатели, особенно связанные с расходом авиатоплива на одного пассажира километра. То есть российская авиапромышленность пока нечего предложить? Нечего предложить, пока российская продукция ничего не предлагает для всех наших авиакомпаний. В этом наша беда и трагедия. Поэтому мы сегодня, будучи в 90-м году великой авиационной державой, и у нас с вами в рамках Министерства гражданской авиации было 15 тысяч летательных аппаратов. И ни одного западного. Сегодня все изменилось. Сегодня 90% авиаперевозок мы выполняем на самолетах западного прибыла. То есть для наших телезрителей ни сухой Суперджет-100, ни МС-21, это все не то. Просто не все знают характеристики. Это разные абсолютно классы. Во-первых, Суперджет-100, как вы знаете, имеет проблемы, из-за которых авиакомпании не предпочитают таких самолетов Суперджет-100, а предпочитают западные самолеты, которые имеют более выедные летно-технические и экономические данные. Понятно, но мы еще поговорим об этом. А МС-21 еще нет его. Он не сертифицирован. Сейчас мы это как раз обсудим. Александр Георгиевич, ну давайте поймем, все-таки надо гордиться или плакать тем, что российские крупнейшие авиаперевозчики, причем это как госкомпания по большому счету, сейчас мы, конечно, капиталом, тем не менее закупают самолеты в большей степени не в России, а за рубежом. Вот вас новость порадовала про Airbus A350? Нет, меня не порадовало, но понимаете, если мы в прошлом году сделали там 6 самолетов, Суперджетов тех самых, это рекорд нас. Подназавшись. При этом там еще пытались сделать два самолета вот как раз этих для президента широкофюзеляжных Воронежа там 96-х, Ил-96-х, но их не сделали, не смогли сдать в прошлом году. И еще, по-моему, в Казани 214-х там тоже для Ростеха, по-моему, их должны были сделать, тоже не сделали. Если Airbus отчитался, что сделано 863 гражданских, а всего там 1100 с чем-то за год продано самолетов, Не выпущено, а продано самолетов. Ну, Боинг, понятно, просел 360, в связи с этими проблемами. Но мы, я смотрел специально вот этот выпуск самолетов, мы стоим после Бомбардье, после Эмбрайера, Бомбардье Канада, Эмбрайер Бразилия, после АТР, это Франция, Италия, Испания, После Компака Китай, после, по-моему, The Heavenland Канада, Который 9 отчиталось с самолетами, после этого стоит вот наш этот самый заслуженный 6 самолетов. То есть технологический рывок у нас в Казани. Кроме всего прочего, опять надо учитывать, что если Суперджет, это ведь региональный, Он, там, хоть их там выпустит 200, они все равно не заменят, там, этих самых 20А350. Понимаете, есть широкофюзеляжный самолет с другими техническими летными характеристиками. Еще и дальнемагистральный, да. Да. И широкофюзеляжный, извините, широкофюзеляжный у нас гражданский самолет умел делать только Ильюшин. Сейчас хоть один производим широкофюзеляжный? Для президента. Ну, хоть для кого-то. Ну, Владимир Владимирович летает на 96-м 300. Они договорились, что вроде еще там 96-й, а не 400 должны сделать. Но он пока не сделал. Так, Владимир Александрович, ну вот на протяжении как минимум последних 20 лет нам постоянно по телевизору рассказывают о планах создания новых российских пассажирских самолетов. МС-21, Сухо-Суперджет-100. Между тем уже идут не просто год, а десятилетия. Российские авиакомпании почему-то гордятся покупками не российской авиатехники, а иностранной. Как было сказано вашим коллегам, коллегой Олегом Михайловичем, как-то российские суперджеты тоже не пошли. Проблема еще с эксплуатацией, либо с надежностью, либо с обслуживанием. Сейчас расскажите нам. Что происходит с российским самолетостроением? Где его продукция? Ну, к сожалению, мне приходится согласиться с моими коллегами, безусловно. Обстановка очень крайне тяжелая и напряженная. Но надо подумать о том, что в принципе мы с авиационной промышленностью еще не расстались. На удивление. Это хорошо, да. Это хороший. Большой запас прочности был. Связано это прежде всего, конечно, с военной авиацией. То, что боевую авиацию не совсем уронили, ее еще можно восстановить в полной мере, 100%. Гарантированно она еще поступает на вооружение и российской армии, и многих зарубежных государств мира. Еще даже очередь стоит за современными самолетами, типа сухой Су-30СМ, Су-35, МИГ-35. Это на базе все, правда, и старых машин, моделей типа Су-27 и МИГ-29. То, что в советское время было хорошо сделано. Надежно и с большой-большой, как выяснилось теперь, перспективой. Практически еще можно лет 30 эти самолеты эксплуатировать. Без того фактора, что они уступят свое место кому-то. Постоянно модернизируя. Абсолютно верно, что мы его за счет глубокой модернизации многое выигрываем на сегодняшний день. А без этого и нельзя, в принципе. Смотрите, это условие диктует нам экономика. Коллеги, да, говорят, что экономика прежде всего, потому что создать конструктивно, технологично. И есть, в общем-то, запас заводов, технических устройств, которые могут это изготовить в любое время. Но я думаю, что нет прежде всего этого политического решения. Что это нам нужно действительно как воздух на сегодняшний день. Прошу прощения, но президент же, я вот как телевизор включу, постоянно про это, как встречается с авиастоидентом, всем говорит, что надо. Это суверенитет, это какой-то там технологический рывок. Просто, может быть, говорят, но не делают? Или вы не видите реально воли? Президент говорит правильно, да, ставит задачу, но как это выполняется? И он не спрашивает самого страны. Вы же понимаете, что да, если бы это были, ну, не будем ссылаться на сталинские времена, ну, по крайней мере, советские. На советскую эпоху в целом, да. Было министерство авиационной промышленности, было министерство гражданской авиации, с которых можно было спросить, которые были заинтересованы в том, чтобы это производство, эта организация воздушных судов, производство воздушных судов в целом, да, и военной, и гражданской авиации осуществлялась планово. Может быть, да, где-то мы уступали по качеству изготовления этих воздушных судов, самолетов, вертолетов, где-то, может быть, экономическая эффективность топливная была, не очень высокая, но это все было. И не надо говорить, что были они деревянными, были они тяжелыми там и недоступными. Нет, они были, мягко сказать надо, и правильно, сопоставимыми с западными образцами. Да, 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 и вы, наверное, поправите, по-моему, до 40% мирового производства авиатехники в целом исправил Советский Союз. Это все было, да, и в гражданской авиации, и в военной, это был Советский Союз или Россия. Давай, сейчас мы продолжим. Альфред Августович, ну вот на днях Объединенная авиастроительная корпорация объявила, что до 2037 года рассчитывает продать, в том числе и на экспорт, аж 1656 самолетов типа МС-21, Суперджет-100, Ил-114-300. Ну, во-первых, верите ли вы этим цифрам, самое-то интересное, и между тем, например, в этом году завод в Комсомольске-Намуре по заявлению ОАК соберет всего лишь 20 Суперджетов. А вот ощущение, что проблем со строительством Суперджетов гораздо больше, чем нам говорят по телевизору, видимо, там все очень не здорово. Можно ли эти планы побольше в полторы тысячи самолетов реализовать будет, если все будет как сейчас? Вы знаете, в Америке есть такой постулат, говорите правду, говорите много правды, никогда не говорите всю правду. Вот всю эту болтовню я могу отнести вот к этому отделу. Всей правды там нет. А правда заключается в следующем. Во-первых, на каком основании мои коллеги называют Суперджет нашим самолетом? 90% компонентов, систем, которые отнюдь не блещут новизной, а являются секонд-хендом. Это импортные системы и так далее. Это не наш самолет. Что касается, значит, выпусков Суперджета, там 20МС-21 и так далее, и так далее, давайте зададим вопрос. Вот все эти годы, начиная с 89-го года, почему я беру 89-й год? В 89-м году безопасность полетов Советского Союза была на уровне Соединенных Штатов, выше уровня, среднего уровня по ИКАУ. А сегодня-то вот что происходит? Вот с 89-го года мы поняли, сейчас-то что у нас происходит? Вот МС-21, Суперджет-100, их произведут больше полутора тысяч за 17 лет? Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать вопрос такой. А кому это надо? Кому надо? Вот мы авиаторы, да не только авиаторы, мы боимся. У нас вся техника импортная. Боинг, Эрбасы и мелкая авиация тоже самое. Вот, то есть, нас из-за рубежа дядя Сэм может прекратить полеты в течение трех месяцев, оставить без авиации. Мы летаем на чужой технике. Не трех месяцев, мгновенно. Мгновенно, но растянется там ресурс и так далее, и так далее. Это вопрос национальной безопасности, кстати говоря. Это запчасти? Да, запчастей нету. Вот, я же сказал, это секонд-хенд, это морально устаревший и так далее. Так вот, кому нужно МС-21 и так далее, и так далее. Значит, мы боимся того, что нас могут остановить авиацию. А это коллапс. Россия, четверть глобуса. И без авиации мы никак не можем жить. Я могу даже сказать так, что вот в Америке была великая депрессия конца 20-х, начала 30-х годов. Великолепно нация вышла из этой депрессии, начав строить дороги. Эти жилы, кровеносные сосуды. Можно то же самое повторить, только по-российски. Потому что наши просторы, наши просторы, 12-часовых поясов и широта до этого. Понятно. Нам нужно строить аэродромы, которые мы закрыли. И самолеты типа Ан-2, Як-40 и так далее, и так далее. Оживить Сибирь. Ломоносов говорил, Россия будет богатеть... Прерастать. Прерастать богатством Сибири. Так вот, никому это сегодня не нужно. Олег Михайлович, ну вот широко разрекламированный в средствах массовой информации самолет МС-21 пока, насколько я понимаю, проходит лишь летные испытания. Как можно понять, до начала сильного производства еще далеко. Если все будет хорошо, то, как заверяют в УАК, в 2021 году поставят производство, пустят в серию. В чем главные проблемы здесь и насколько они преодолимы? МС-21 это реально наша надежда. Мы профессионалы с большим удовлетворением слушаем его данные со стороны самолетостроителей, которые полностью конкурентны с Боингом и Аэрбасом. И по расходу топлива, и по вопросам авионики, и по вопросам безопасности полетов и так далее, и так далее. И это радует, что может быть вот в этой точке и начнется настоящее возрождение авиапрома. Но как бы при производстве МС-21 не повторились ошибки, связанные с Суперджетом-100. Пока мы не видим такой актив. В чем слабость Суперджета-100? В том, что надо было с первых дней, когда начали работать над этим типом, необходимо было работать над системой послепродажного технического обслуживания самолета. Этого не было сделано, а весь мир уже давно привык к следующей схеме. Одним из первых пунктов заключения лизингового соглашения написано, Боинг или Аэрбас доставляют запасную часть для самолета в любую точку мира в течение суток. Вот этого, такой системы Суперджета не было и пока еще нет, поэтому от него все отворачиваются. В том числе и поэтому там и другие проблемы есть. Вот МС-21 я тоже не слышал, чтобы такая система уже начинала создаваться. Это повторение ошибки с Суперджетом-100. Без этой функции никто, даже конкурентный самолет, если он получится конкурентным, не будет брать ни одна авиакомпания. МС-21 не будет такой же рядовой травмой, как у Суперджета-100, что до 80-85% электроники, двигателей, гидравлики, тормозных, всех вещей импортных. Опять, технологический компонент будет не российский. МС-21 выигрывает, там меньше комплектующих. Ну, половина, да? Нет, меньше даже половины. Притом сразу же поставлена цель уже сейчас в авиастроении работать над тем, чтобы постоянно вот этот процент производства наших запасных деталей и комплектующих производить у нас в стране. То есть, это довольно-таки свежая машина будет в этом плане, которая уже нацелена на… Но, я хочу сразу сказать, что без связи с мировым авиастроением сегодня построить самолет невозможно. Боинг, что, он сам строит, что ли? Нет. Десятки стран участвуют. Европа, вся Европа строит Арбас. Вся Европа и так далее. Поэтому и мы должны кооперироваться в обязательном порядке при производстве любого типа самолета. Но ключевую технологическую компоненту, так понимаю, все-таки стараться у себя производить… Конечно. А сейчас мы почти 100% за счет западного производства. Вот тот же Супер-Жет-100. Вот вы задавали, Альфред, вопрос. Как там? Нам никто не позволит производить самолетов больше, чем хозяева вот этих комплектующих. Они регулируют, они перестанут комплектующих. Мы, например, скажем, мы 300 самолетов будем выпускать в год. Они комплектующих дадут нам только на 100 или на 50. Потому что главный заказчик у них Боинги, Аэрбасы и прочие остальные. Понятно, понятно. Хорошо, хорошо. Так, Александр Георгиевич, ну вот в прошлом году прошли весьма массовые увольнения в авиационном комплексе имени Илюшина. Были уволены порядка 80 человек. Руководство компании объявило эти увольнения красивым словом оптимизации управления. Вот проблема может быть в том, что нужно увольнять не искать слов отпущения, да, и увольнять не технический состав, не инженеров, не специалистов, а начать с административной реформы, выбрать ненужные звенья, которые получают зарплату, но особо ничего не делают. Насколько вообще эта проблема типична для российского самолетостроения? Может быть проблема в том числе и в том, что у нас вокруг вот этих всех авиастроительных компаний огромное количество ненужных таких менагерских управленческих звеньев, созданных управленцев, которые по большому счету ничем не занимаются? Ну, я согласен, что, конечно, структура управления, она у нас довольно экзотическая. И, в принципе, вот это вот увольнение – это стиль Сердюкова. Он изначально в Минобороне всегда проводил так называемую оптимизацию. Сам ли руками девушек, которые у него работали? Всегда это была оптимизация персонала, оптимизация структуры. Мы создадим некие структуры, которые будут заниматься всем для отрасли. И стали создаваться эти структуры. Примерно то же самое он хочет сделать в авиастроении. Понятно. Есть некие площадки, которые не загружены с его точки зрения. Ну, вообще логично рассуждать. Если там Воронеж не может выпустить два самолета за год, или в Ульяновске делают второй год вот эти 3,76-х, то понятно, что с этим надо как-то разбираться. Разбираться каким образом? Либо ты создаешь некие суперзаводы. В принципе, ведь Европа как действует? Есть производство Аэрбаса, которые изначально когда-то они решили, что есть те, кто участвует в кооперации, там Великобритания, Франция, Германия, Испания. Они распределили, кто что делает. Сборка в Марселе. Когда увеличился выпуск, появился завод в Гамбурге, который там делает, и в Марселе они же делают, извините, по 40 самолетов в месяц. Ага, серьезно, серьезно. И тогда вот те самые цифры, ведь если раскидать эти 17 лет, там 1700, ну где-то 100 самолетов в год сделать. И, кстати, Аэрбас открыл такой же завод в Китае. В Китае, и, извиняюсь, завод в Штатах есть, и теперь еще то, что они прикупили у Бомбардия. У них 5 заводов, которые делают точки, которые делают самолеты, потому что есть спрос на эти самолеты. Извиняюсь, если они определили этот рынок, там до 35-го года, по-моему, там рынок по прогнозу Боинга был 5,6 триллионов долларов, рынок гражданских самолетов. Сколько еще раз сказали? 5,6 триллионов долларов, то, что они считали. Вот там 20 лет выпуска, это был прогноз, по-моему, там. Ну, это огромный рынок, это... Да, да, да. При этом основной это рынок узкофюзеляжных самолетов, половина. То есть, если МС-21 попадет как бы в струю, как узкофюзеляжные самолеты будут востребованы, это вроде бы здорово. Но сколько конкурентов... Александр Георгиевич, а, кстати говоря, вот коронавирус, который сейчас эпидемия объемила семеро организаций здравоохранения, вроде бы уже падает и мировое авиасообщение, и идет срыв поставок самолетов. Не спишут ли российские руководители на очередной провал майских указов НАСПроектов на коронавирус и глобальные кризисы? Тут основная проблема не по авиастроителям, хотя авиастроители, понятно, что это большая численность работающих, совместное производство, это как бы совместное заражение. Понятно, что можно прекращать выпуск. Основное ведь это по коронавирусу бьет по авиаперевозчикам. По перевозчикам я говорю, да. Вот это авиаперевозчики. Я не знаю, как сокращают закупки сейчас самолетов. Основное, что сокращается полет, сокращаются доходы, а должны быть платежи, летит вся экономика. Значит, либо государству должно помогать и понимать, что если мы закрываем полеты по этим направлениям, значит, надо помогать. Владимир Александрович, ну вот, уже было сказано в нашей студии, что президент России, тем не менее, летает на отечественных самолетах. Это может быть вызвано вопросами безопасности, либо вопросами престижа, либо красивой картинки. Почему же ситуация со строительством самолетов столь запущена для простых смертных, для ностальих-то россиян? Некоторое время назад президент предложил создать сверхзвуковой пассажирский самолет на базе ракетоносца Ту-160. Во-первых, насколько это реализуемо, как вы относитесь к этой идее, с чего там в состоянии других проектов? Давайте начнем с того, что в принципе и должен и президент, и правительство, и все остальное руководство летать, если мы хотим быть патриотически настроенными людьми к своей стране, болеть за отечество полностью, летать, ездить, работать, вот именно на отечественных машинах. Это, безусловно, так все делают практически. Да, можно тут сказать сейчас, что это глубокая кооперация мировая, мы зависим от чего-то, независим мы ни от чего. Желание будет, все мы сделаем. И самолеты есть у нас эти. И мы говорим о том, что мы сейчас глубокую модернизацию проводим ИЛ-76 на Ульяновском предприятии, авиационно-строительном, и в Воронежском. Там потенциал очень большой. Так есть и люди, которых, да, вот, к сожалению, убирают кого? Тех слесарей, тех токарей, которые именно остались еще с советских времен, они уже, да, пожилые, мягко говоря, и от них избавиться проще всего. Но они же не передали еще свою наработку, свой опыт вот тем молодым, которые придут за ними, чтобы создать эту авиационную промышленность или ее сохранить еще. Создать уже мы не успеваем, но надо сохранить то, что есть, а на этой основе уже потом расти. А самолеты действительно есть. А сверхзвуковой пассажирский самолет, ломбазер, рикетонос, как вы подносите? Вы знаете, это, в принципе, возможно все. Надо просто сказать о том, что у нас в ЦАГе на сегодняшний день и институт НИИ имени Жуковского, так, в Жуковском, который находится в городе Подмосковье, разработаны проекты гражданских самолетов сверхзвуковых. Разработаны. Наработан уже материал, технология есть, изготовление его. Но не до базы Ту-160, что невозможно. У нас был уже самолет Ту-144. Невозможно по определению. Почему? Потому что нормы летной годности при строительстве военных самолетов коренным образом отличаются от норм годности при строительстве гражданских. И невозможно из военного самолета сегодня сделать гражданский. Тем более самолеты Ту-160. Но технологии взять можно, вот о чем говорят. Технологии, да. И наработка плана. А то, что было объявлено о том, что Ту-160, это кто-то очень неудачно посоветовал президенту, какой-то непрофессиональный человек, что из Ту-160, где топливо рекой льется за ним, можно сделать гражданское воздушное судно, которое будет окупать эту эксплуатацию. Это невозможно. Альфред Августович, ну вот, когда Анатолия Сердюкова назначали в Объединенную авиастырительную корпорацию, речь, конечно, шла о том, чтобы отечественные самолеты наконец-то начали теснить Боинги и Эрбасов за купки российских авиаперевозчиков. В свое время курировавший отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал решить этот вопрос за 5 лет. Ну, с тех пор прошло уже почти 8 лет. Задача-то, по большому счету, не выполнена, рывка не произошло. Но, тем не менее, чиновники по-прежнему говорят, что теснить Боинги и Эрбасы мы будем. Насколько это реально? В какие сроки это можно сделать? Да нереально. Ни одному слову этому я не верю. Я опять задаю вопрос. Кому это нужно? Кто боится? Боятся те, у кого нет жилья за рубежом. Кто не живет в будущем и работает на страну... Ну, президент же не живет, по крайней мере, за рубежом, он же в России. Откуда вы знаете? Откуда я знаю? Ну, хорошо, допустим. То есть, вы не верите потому, что у российских элит нет связи с отечественными? Никакой связи. Никаких интересов у них здесь, в России нет. Так, и что делать-то скажите? Значит, я не совсем согласен с коллегами, что у нас какие-то жалкие остатки, и что мы не можем ничего предложить. Значит, я не с потолка беру эти мысли. У меня на связи интересные конструкторы, которые предлагают, ну, скажу одно, обработку металла, покрытие металла. Технологии эти уже лет 20 живут, но никто не реализовал. Но все-таки, чтобы теснить Боинги и Рыбасы на государственном уровне, что необходимо было бы взять? Кадры поменять условно? Опять возвращаясь. Нужен интерес. Интерес работать на Россию, а не на страны, в которых у них жилье, и в которых они собираются жить. Так, ну, хорошо. Ну, давайте тогда, может быть, с вами такой вопрос. Вот российский рубль буквально за два месяца упал почти на 20%. Был 61 рубль за доллар в начале января, сегодня уже 73,5 рубля за доллар. Не исключены и 80 рублей за доллар. Если мы посмотрим за последние шесть лет, то падение более чем в два раза произошло. Как это? Вот авиапиродчики уже заявляют, что неизбежно поднятие цен на билеты, плюс растут цены на авиационный керосин. Вот для авиастроения все-таки девальвация рубля – это хорошо или плохо? Мы закроемся от импорта или мы от него не можем закрыться и просто все подорожает? Да ничего хорошего нет. Потребительская экономика – это экономика подводных лодок частных, это экономика часов за миллионы рублей и так далее. Это все земные ресурсы. Вот пока мы не откажемся от этой потребительской экономики, значит, где-то лет, наверное, 40 назад группа в 100 лауреатов Нобелевской премии написали письмо, что нужно отказаться от этой потребительской экономики, отчертить четко необходимости человека, среднего человека и отказаться от этой дуристики, когда галстук стоит там… Это тема другой программы, обязательно поговорим. Это все то же самое. Я понимаю, связано, просто мы сейчас здесь разберемся еще. Хорошо, Олег Михайлович, давайте все-таки к рублю вернемся. Девальвация рубля, падение курса национальной валюты. Насколько сильно это ударит, с одной стороны, по потребителю, который покупает билеты на авиаперевозки, с другой стороны, по авиастроению, то есть, чего же это? Роста цен, роста издержек производства, еще сильнейшего удара по авиастроению. Или наоборот, сейчас как мы заместим все? К сожалению, данность сей минуты такова, что наши все авиакомпании сейчас переживают очень серьезный переход к неустойчивой работе в финансовом плане. То есть, тут стыкуются два параметра. Первый параметр – это коронавирус, который бьет под дых нашим авиакомпаниям, потому что авиакомпаниям приходит сокращать рейсы. Это значит, надо куда-то девать самолеты, проставящие у забора, их держать нельзя, потому что стоящий самолет тяжелым камнем финансовым висит на шее авиакомпании. Надо сокращать пилотов, инженеров, которых, по сути дела, не хватало нам. В январе, в феврале уже началась нехватка, а сейчас этот рост прекратился. И плюс к этому накладывается то, что рухнул рубль. Почему? Потому что все авиакомпании наши главным образом эксплуатируют западные самолеты. Западный самолет берется в лизинг или покупается за валюту, тысячи запасных частей покупается за валюту, ремонты производятся за валюту, тренажеры приобретаются за валюту, а билетики-то продаются за рубли. И вот этот рубль рухнул, и у авиакомпании, у всех, без исключения, включая Аэрофлот, не хватает вырученных денег конвертировать в валюту, которую необходимо платить сегодня. За лизинг надо платить каждый месяц. Притом лизингодателю абсолютно все равно, самолет летает или он стоит. Ему уплатили положенные полмиллиона долларов каждый месяц или миллион за месяц от класса самолета долларов. И вот эта ситуация, она ставит наши авиакомпании в очень сложное положение. И другими словами, готовиться нужно к росту цен на авиабилеты, я понимаю. Ну, естественно, да. И поэтому, здесь вот правильно сказал коллега, здесь выход только один. Учитывая, что это не вина авиакомпании, которые потратили много средств, потратили много усилий для комплектования самолетами, личным составом, пилотами, инженерами, техниками, надо помочь. Государству надо помочь. Александр Георгиевич, давайте к тему с этим рублем еще дойдем. Попытаемся понять, девальвация рубля, насколько критична для отрасли в целом. И если отрасли все-таки нужно поднимать с нуля, то есть ли заделы и какие вы конкурентные преимущества? Может быть, слабый рубль как раз таки будет конкурентным преимуществом? Говорят, знаете, как импорт дорогой, сами все произведем. Ну, поскольку мы все сами произвести просто не можем, в Советский Союз как раз было министерство авиации, которое и выступало той самой госкорпорацией, которая координировала все производство. И в том числе заказывала технику. Да, исполнители, заказчик и стандарты, то есть и регулятор, то есть все. В принципе, у нас теперь только остался вот это, вот Росатом, который действует примерно точно так же. Значит, если бы это было так, мы устроили бы внутреннюю кооперацию, было все замечательно. Поскольку внутренней кооперации нет, производство штучное, экономику ты не построишь на штучном производстве. Какой ты можешь построить кооперацию, сказать, что, ребята, вы должны научиться делать там механизмы, агрегаты, авионики для двух, там, пяти или десяти самолетов. Только на серию. Серии нету, если нет серии, нету экономики. Отсюда все как бы задел, там, 76-й или ты делаешь, там, 96-й ты становишься там производить, будешь производить. Или ты запускаешь серию МС-21, у тебя должна быть как бы некая экономика производства. Нету экономики производства, нету производства. Хорошо, насколько все плохо, ужасно или все-таки есть какой-то шанс? Шанс, который они строили в этой самой промышленной политике, насколько я понимал, вот эти последние шаги, то есть вот до назначения Сердюкова, которые когда-то озвучивались. Мы делаем кооперацию с Китаем, есть рынок, хотя бы с этим самым широкофюзеляжным самолетом очевидным, производство в Китае. Значит, мы делаем, допустим, фюзеляж, а они собирают, делают, значит, есть некий рынок, есть вот эта самая серия, которая выпускается, и на эту серию тогда поднимается экономика сюжета. Ведь опять, с чего поднялся Аэрбаз? С той самой кооперации. Конечно. Вся европейская кооперация производства, и первый раз у них появилась экономика производства самолета. Смотрите, ну а повторить советский опыт в рамках той социально-экономической модели, той общественно-экономической формации, которая в России сегодня есть, этого олигархического капитализма мы сможем, вот как в Советском Союзе, так закрыли, сами все сделали, подняли и науку, и НИИ, и производство. Понимаете, но если мы не можем сделать серию, ведь у нас основное, что было в Советском Союзе, у нас было серийное производство самолетов. Они пытались вот этим Суперджетом, вроде бы, как бы в Комсомольске сделать серию. И даже получалось там выпуск этих 30 самолетов в год. Это мелкосерийное, но пусть это будет некое производство. Отработать модель, вроде вот эти идеи, мы отработаем модель, и дальше все будет здорово. Не получилось, нету спроса на эти самолеты. Значит, опять, надо где-то делать серию, открывать серийное производство в Иркутске или в Казани, где-то делать серийное производство и пытаться это сделать. Если это не получается, то... Понятно, понятно. Так, Владимир Александрович, ну вот, допустим, авиастроители начали что-то делать. Ну, скажем так, вот, допустим, произошла национализация элит. Например, российские чиновники стали думать не о своих детях, женах и недвижимости в Монако, в Монте-Карло, в Лондоне, там, либо на Антибах, а думать о России. Матушки, потому что здесь они ходят в школы, в больницы, лечат. То есть, допустим, утопия случилась, да? Не случится ли так, что Запад наложит сильнейший, скажем так, запрет, или, может, он уже наложил запрет на технологическое развитие России, на создание современных отраслей промышленности, чтобы себе не создавать конкурентов? Вот сможем ли мы налететь на какие-то серьезные санкции в случае попытки технологического реального рывка, а не на бумаге, да? Это конспирология или действительно важное обстоятельство? Или это просто глобальная конкуренция, какой конспирологии тут нет? Да, все скажут сейчас, наверное, что можем наступить на те же грабли, да? Казалось бы. Нет. В принципе, еще раз повторюсь, что если такая задача будет стоять серьезно, так, и с учетом того, я что говорил, у нас авиационная промышленность для производства военной авиации, боевой авиации существует, вы понимаете, технология есть, так, территориальная, и цеха, и... Подготовленные люди существуют, так, давайте их тогда просто мобилизуем. Да, может быть, работать надо будет в три смены. Может быть, нужно работать за, извините, продукты, продуктовый набор дополнительный какой-то, так? То есть, заинтересовать социально еще. Деньги-то у государства есть, конечно. Деньги, да. Конечно, их много. Что мы смотрим на этот, вот, конечно, там, доллар, на этот евро? Безусловно, внутри-то я страны расплачиваюсь, у себя живу за рубли, поэтому страшного-то тут ничего нет. Дело другое, что мы в зависимости находимся сегодня от Запада. Но избавляться когда-то надо, надо чем-то жертвовать. И жертвовать, я вижу, тоже правильно, тем, что настроить элиту или обратиться вот со стороны президента к этой элите. Обращается каждый год. И пусть это будет не только на словах, но и на деле. Тогда мы получим результат. Уже Госдума проголосовала против этой элиты. В этом плане перспектива есть. Дегуст, Думай, Единая Россия, КПР вносили правки, добивали, чтобы был запрет для родственников, для жён, детей, для недвижимости. Единая Россия все провалило. Сказали, что Лукин нет, я не уведу. Перспектива есть, видите, и работы, и развития, и возможностей. Нету только вот одного, что поддержки. Олег Милович, давайте, может быть, коротко прокомментирую то, что было сказано вашим, кажется, таки коллегой. И сможем ли мы только из-за чего-то военно-промышленного комплекса ОПК наладить производство серийной гражданской авиации? Или нужно, может быть, создавать Министерство гражданской авиации, как это было в советские времена? Конечно, существование ОПК – это очень хороший фундамент для того, чтобы на этом фундаменте построить и производство гражданских воздушных судов. Это реальный фундамент. Много надо приложить усилий и интеллектуальных, чего сейчас не хватает. Интеллекта не хватает, потому что руководят самолетостроением сейчас высшие руководители, эффективные в кавычках менеджеры, даже без образования инженера. Я как-то проанализировал, шесть наивысших лиц, которые занимаются гражданской авиацией, гражданской, я не понимаю, не имеют образования инженера. Не в зуб ногой, да. Ну что это такое? Как не инженер может выпускать сложнейшее, самое сложное из всех существующих изделий – самолет? Почему он сложный? Потому что эта масса весом 300-400 тонн держится в воздухе. Это ж надо иметь хороший разум, хорошую подготовку инженерную, хорошие расчеты математические, высшие математики и так далее, и так далее. Откуда? Ниоткуда не возьмется. Ну и другие задачи поставить. Да, потому что инженеров воровать тяжелее будет, а с Милагером проще. Кроме того, если предположим, такое решение на базе ОПК будет рано или поздно принято, конечно. Потому что там все-таки не прекращается работа, в том числе и научная работа по летательному аппарату, кадры есть и так далее. Но этого мало. У нас абсолютно в гражданской авиации и в авиастроении неэффективная система государственного регулирования. Постепенно камень каплю точит, хотя очевидные вещи, но почему-то вот с зубами держат госчиновники этот вопрос. Вот в гражданской авиации особенно и в авиастроении это прописалось неэффективность. Может быть это заговор все-таки? Может быть Запад, Госдеп, ЦРУ держат российских детей, заложников российской элиты и дают им ничего делать в России? К нашему удовлетворению недавно принято буквально на днях решение о том, чтобы руководителя Росавиации назначить первым замом министра транспорта. Терея руководителем Росавиации. Это очень правильный шаг в правильном направлении, но он ничего не будет стоить, если правительство не пересмотрит положение Росавиации. Чтобы положение Росавиации было таким же, как положение ФАА – Federal Aviation Administration. Так, то есть какое положение должно быть? Тогда там называется администрация, а у нас Росавиация называется агентство. Что такое администрация? Администрация – это управление. А что такое у нас Росавиация? Это в переводе на русский язык агентство. Это оказание услуг. Понятно. Без прав и полномочий. Законы пишет Минтранс, а не Росавиация. А в Америке пишет ФАА законы. Федеральный авиационный прав. Пишет ФАА, а не Минтранс американский. И имеет право ФАА выходить напрямую на правительство, минуя Минтранс Соединенных Штатов Америки. Это больше полномочий и ответственности. Надо пересматривать систему государственного регулирования. Почему? В свое время административная реформа сыграла положительную роль. Но она иссякла. Все. И недаром президент принял решение заменить правительство. Потому что даже его указания не выполняет правительство. Почему? Потому что вот эта трехзвенка, которая была введена при административной реформе, она полностью неэффективна. Надо ее пересматривать. Так, Альфред Густавич, вот мы уже подошли к теме кадров. А вот что происходит сейчас с подготовкой пилотов для гражданской авиации? Почему так сильно не хватает своих пилотов летного состава и приходится приглашать иностранцев? Поэтому российские пилоты почему-то увольняются из России и едут работать. Кто в Китае, кто в Азию, кто в Таиланд, кто в Вьетнам. То есть, как это объяснить? И насколько серьезная ситуация, критичная ситуация с подготовкой кадров? Байки про то, что наши пилоты, извините, зажрались и получают там миллионы и миллионы. Значит, командир корабля в самой крутой авиакомпании Аэрофлоте получает 400, максимум 600 тысяч. Это при условии, что он летает на длинных рейсах и так далее. Ссылаются заместители по летной службе, что у нас нормы 80 часов, это недостаточные нормы, нужно летать больше. Что в Соединенных Штатах есть норма 1000 часов и так далее. Во-первых... Закопируют времени 1000 часов? А? Закопируют времени 1000 часов? За год. За год. За год. За месяц 100 часов и так далее. У нас наука, фундаментальная наука, определила с запасом прочности, что летчик, не теряя психофизиологических резервов, может летать 80 часов. Дальше начинается падение психофизиологических резервов, и их остается 15-20% надежности. Это уже овощ, а не летчик. Понятно, пилотов хватает или не хватает, если все-таки... Пилотов никогда у нас не хватало, причем это был искусственный дефицит. Даже тогда, когда Трансайера пустила на улицу тысячи пилотов, наши авиакомпании не брали из соображений экономии. Большой объем работ выполнялся за счет того парня. У нас летали с переналетом, у нас летали с хронической усталостью. Чего стоит указание замополетное, не буду называть фамилию, пощежу его, уважаемый пилот, хороший аналитик и так далее. Пилоты, у которых задолженность более 100 дней отпуска. Значит, напишите рапорт об увольнении и тут же напишите рапорт о приеме на работу. Вот таким образом компенсирует. Значит, этот летчик работал за того парня с хронической усталостью. И дальше будет работать еще больше и хроническая усталость. Это одно. Второе. Заработная плата. Если говорить о заработной плате за рубежом. Там принимают летчика и платят ему за профессию. Не за налет. Налет это дело топ-менеджеров. Они обеспечивают налет. Не летчик должен искать работу. И платят ему 25 тысяч баксов, получи. Там пылинки сдувают с летчика, потому что это последний фильтр безопасности полета. Это заложник безопасности жизни пассажиров и наземных объектов, стратегических и людей. Почему? Потому что там относятся к нему. Не потому что там гуманные такие, а потому что там страховые компании страхуют пассажиров на 2 миллиона долларов или баксов. А у нас на 2 миллиона рваных получается, что страховка самого самолета больше, чем страховка пассажиров у нас. Это выгодно. Звучит цинично, но это выгодно. Давайте мы ознакомимся с результатами голосования, которое проходило на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. С какой отраслью экономики вы связываете будущее России? 6% наших телезрителей считают, что с добычей сырья, 0% с финансовыми услугами, 17% с сельским хозяйством, 77% с высокотехнологичным производством. Давайте тогда, Александр Георгиевич, коротко прокомментируйте все-таки, с чем будущее России связывать надо. Ну, вообще будущее со всем этим связано. И даже с тем, что здесь не перечислено. Потому что будущее само создает те производства, которых еще и нет. И может быть не будет. Но понятно, что высокотехнологическое производство дает наибольшую добавленную стоимость. Если мы имеем много сырья, и у нас самая большая территория в мире, это, конечно, хорошо. Это замечательно. Можно продавать это сырье. Но для этого кто-то уже давно это сказал. Не нужно 140 или 150 миллионов человек для того, чтобы производить это сырье. А вот для того, чтобы делать нормальную и умную продукцию, конечно, нужны люди. Так, у нас, к сожалению, уже заканчивается время нашей программы. Поэтому попрошу ответить коротко на заключительный вопрос сегодняшней беседы. А он следующий. Все-таки мы не можем обойти главную политическую тему сегодня. А именно изменение переписывания Конституции. Кто-то считает, что просто с принятием поправок жизнь в России пойдет с чистого листа. Тем более, что уже объявили и об обнулении президентских сроков. Увидим, видимо, 5-6 президентских сроков президента Путина. Вот для авиастоятельной отрасли политические вопросы имеют значение. И на что бы вам хотелось надеяться? Давайте, Альфред Августович, скажите. Конституция. Хочу повторить, что это в порядке мечтаний и фантазии. Потому что действующее руководство, действующая власть не заинтересованы в интересах народа. А если мечтать, то могу сказать, потенциал есть. Мы можем начать работать на Россию. На Россию. Советский Союз, по сути дела, работал на внутренний рынок. И у нас есть задел. У нас есть проекты самолетов. Проекты самолетов, замещающие Ан-2, которые связывали, как капилляры, всю Сибирь. Вот. И если только правительство поймет, что дальше вот это вот постоянство, когда половина страны в нищете, под ногами у которой вся таблица Менделеева, и что может это плохо кончится. На Майдан это будет разминка по сравнению с тем, что может случиться в России. У нас 17-й год был 100 лет назад. Да, да. И все это очень даже может, если не поймут, то вот эта стагнация будет еще хуже, еще больше и больше. Согласен. Александр Георгиевич, что вы добавите? Конституция. Вот сейчас напишем чуть-чуть хорошее на заборе про Бога, про скрепы, про семью. И как заживем? Ну да. Главное, что сразу появилась туча анекдотов про Конституцию, что надо в нее включить, в эту Конституцию. Там народ пьющий, значит, упомянем. Водку там, нужна авиация, давайте авиацию запишем. Что авиация есть в России, пропишем. Нет, здесь самое основное, должна быть только политическая воля для того, чтобы развить авиацию. И промышленная политика государственная. Если ее нет, то нет авиации. Если бы она была действительно разумная, реальная, мы бы летали бы на нормальных самолетах. Если мы военную составляющую можем обеспечивать, обеспечивать гражданскую составляющую не так сложно. Ведь они пытаются этот самый 114-й делать в Луховицах, где всю жизнь делали МИГи. Но поскольку МИГ уже загнали в ту ситуацию, что их почти уже нет, и производить мы будем только с ушки, то значит, вот есть площадка, будем делать там. Понятно, понятно. То есть, это опять политическая воля. Владимир Александрович, вот примитив ли Конституции что-то поменяется, не поменяется, как вы считаете, в авиастроении? Мне труднее всего говорить, поскольку вот только что сказал товарищ, что действительно политическое решение будет. Я с этого начинал, этим и заканчиваю. Мы все сделаем. Это раз. Возможности есть. Ресурсы есть у нас. Есть у нас и технологии. Есть у нас и промышленность в какой-то степени. Но она рабочая, по крайней мере. Только нужно желание. И, конечно, деньги туда вливания большие нужны. Чтобы сегодня воссоздать гражданскую авиацию России, нужны колоссальные затраты. Но это же стоит этого. Главное, чтобы их не украли. Самое главное. Вот именно организовать работу. Вылить-то мы можем, как показывает практика. По честному, как говорится. И по совести. Так, Олег Михайлович, заключительное слово вам. Важно, чтобы в Конституции и в идеологии нашего государства и, как указание правительству, стоял бы краеугольный камень аэрофикации, политика аэрофикации страны. Что такое аэрофикация? Это производство самолетов, это дешевые авиабилеты. И это из любой деревни, как это было до 1990 года, можно было лететь в любую точку Советского Союза, пересаживаясь там из района областного и так далее. В том числе мы с вами владеем 17 миллионами квадратных километров площади. Ближайшая страна Соединенные Штаты имеет всего лишь несчастных 9 миллионов квадратных километров. Но они перевозят 900 миллионов пассажиров, а мы в прошлом году перевезли 120 миллионов. Вот как мы отстаем в отсутствии политики аэрофикации страны. У них 15 тысяч аэродромов. Будет политика, будет авиация. Коронавирус пройдет, рубль восстановится, но гражданскую авиацию надо поднимать. И прежде всего самолетостроение. Уважаемые гости, спасибо вам за очень интересный разговор на важнейшую с моей точки зрения тему. Совершенно очевидно, что вывести и российскую экономику в целом, и промышленность в частности, и уж не более авиастроение. Только лишь переписыванием Конституции, принятием законов о промышленной политике и прочими хотелками, которые необязательны для исполнения, к сожалению, не получится. Без смены социально-экономической политики это все авиапром на крыло не поставить. В эфире была программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok